Валерий Кермина доказывает все довольно круто. Ну, например, вот у нас есть прямоугольник. Мы сначала его преобразуем в какую-нибудь конкретную фигуру. Ну, например, прямоугольник размера единица на экс, где если его площадь должна сохраняться. Это частный случай. Как это можно сделать? Разрежем его на прямоугольник. Мы взятым выпуком, кстати, какой угодно. Разрежем его на прямоугольник. Дальше. Каждый прямоугольник легко преобразить в прямоугольник. Ну, разуме, способы, наверное, можно сделать. Ну, например, так. Провести средь движения, опустить перпендикуляр, потом вот синицирично этот синицирично отразить. Вот этот треугольник будет синицирично отразить. И вот у нас получится прямоугольник лежит в толщу. Это старинный какой-то способ. Ну, таким способом, собственно, можно доказывать, что площадь треугольника равна половине произведения основания меса. В общем, разрезанный от запуска превратили в прямоугольник. Ну, если бы он был правомедленный треугольник, его можно превратить в треугольник вообще разрезанный. Снимать маку, что у нас просто попало. Теперь у нас все треугольники, значит, будут в итоге преобразованы. Снимите треугольник. Ну, а с разными, так сказать, шириной. Мы выберем какую-нибудь фиксированную ширину единицы и преобразуем каждый из них в прямоугольник шириной единицы. Ну, например, если вот это меньше единицы, значит, что мы в том, что мы не ставим. Если вот это совсем больше единицы, значит, у нас в том, что мы не ставим. Как преобразовать? А точно таким способом, как квадрат. Дело в том, что если мы умеем преобразовать квадрат в прямоугольник, ну, с любым отношением стола, то мы можем и прямоугольник любой преобразовать в любой другой прямоугольник с любым отношением стола. Как это делать? Заберем чертеж, который преобразует в квадрат, и, ну, если у нас же квадрат единичный, а исходный прямоугольник, который мы хотим преобразовать, скажем, в нем размеры АВ, то мы все чертеж растягиваем вдоль этой оси кладбина в два раз, а вдоль этой в Б раз. При этом единичный квадрат приходит в прямоугольник, тот прямоугольник тоже, соответственно, растягивается. Все применения преобразуют в прямоугольнии, ну, короче говоря, чертеж преобразует. Если у нас, например, исходный был не квадрат, а прямоугольник, который, допустим, шире в два раза, то мы вот с теми же линиями преобразуем в прямоугольник, который шире в два раза. Когда есть два прямоугольника одной площади, можно нарисовать картинку, ну, по сути, то же самое, что у вас справа, только для любых чисел. Например, 4 на 9 и 6 на 6 способен с общим углом. У нас есть два прямоугольника одной площади, увидели? А теперь нужна гениальная идея. Провести две прямые. Нужно провести, на самом деле, тот самый великий разрез. Вот давайте подумаем, что называется, где бы здесь его провести. На самом деле, абсолютно понятно. Надо левую, самую верхнюю вершину соединить с правой и нижней. Отлично. И понять, какой угловой коэффициент у этой прямой. Шесть или нет? Ну, нет, в общем виде. Был прямоугольник размером А1 на Б1 и другой прямоугольник размером А2 на Б2. Это были стороны одного. И у другого стороны были, соответственно, да, 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 все понимают. И вот, и мы знали, что А1 умножить на Б1 равно А2Б2. Пиши. А1Б1 равно А2Б2. Это понятно, да? Отлично. Теперь, чему район угловой коэффициент вот этой прямой? А1. Все-таки Б2 делить на А1. Пиши. Б2 делить на А1. Ну, с минусом, конечно, у нас это не волнует сейчас. Да. Замечательно. А теперь найди на этой картинке естественную прямую с таким же угловым коэффициентом, исходя из того, что у тебя вверху написано произведение. Правила пропорции, знаешь? А? Ну, Б1 делить на А2. Вот-вот пиши. Равно Б1 делить на А2. Б1 делить на А2. Замечательно. А что это означает? Что вот эта прямая, что? Параллельно. Отлично. А теперь очевидно, как перепланировать один прямоугольник в другой. Да-да-да. Надо, зашлихуй его, маленький треугольник. Надо вот этот отрезать сюда приставить. А тот, который вот этот, надо сдвинуть. Ну, параллельно так. Сдвинуть. Да-да-да. Не знаю, как это нарисовать. Да-да-да. Вот его надо сдвинуть сюда. Единственное, эта картинка не работает, если слишком сильно отличаются эти стороны. То есть, если Б1 отличается от Б2 больше, чем в два раза, то не сработает. Придется сначала, вот когда есть прямоугольник, то есть такая операция, как в два раза уменьшить ширину, в два раза увеличив высоту. То есть, пополам разрезать и поставить вверх, да. Вот так нужно несколько раз сделать, в случае чего, чтобы добиться, чтобы все-таки Б1 делить на Б2, было бы, понятно, не меньше одной второй и не больше двух. И вот если эту операцию мы сделаем, то вот-вот-вот, вот такая операция, да. Или наоборот, то есть, если он слишком широкий, надо делать его уже, если слишком узкий, делать его шире, да. В случае прямоугольника можно было просто сделать эти все прямоугольники очень узкие и сделать их потом с одной стороны? Ну нет, это уже другой способ, Коль. Это как раз другой способ, а вот тот, кто сейчас объяснили, такая картинка. Короче говоря, давайте закончим, доказать, как мы преобразовываем многоугольник в квадрате. Еще раз, я, разрезали на треугольники. Теугольники преобразовали прямоугольники. У них разные ширины, мы их преобразовали так, чтобы одинаковая ширина была. Ну вот используя вот такую, например, да. Или вон ту конструкцию, она хоть для квадратов, но все равно, по сути, делает примерно треугольник. А после того, как мы все прямоугольники добились того, чтобы ширина одинаковая, мы можем вытянуть линию и получим длинный прямоугольник вот этой шириной. Но если ширина это у нас единица, мы так понабрали, то у нас и получится прямоугольник ширины единицы. Ширина единицы, отдельный вес. Это мы один так называем. Теперь берем второй прямоугольник, который уже получил. И его точно так же преобразуем опять в такой прямоугольник. Теперь на этом прямоугольнике у нас возникла одна сеть коленей, которая его разбивает на части, чтобы, сдвигая ее, получить один прямоугольник. И вторая сеть коленей, которая разбивает на части, чтобы получать второй. Мы обе сетки совмещаем. То есть все разрезы, которые сделаны первым способом, еще и дополняем разрезами, которые сделаны с остальными. При этом, естественно, если при первом разрезании у нас, скажем, было P1 кусков, при втором способе P2 кусков, то когда мы все накладываем, общее число кусков будет P не больше, чем P1, умножить на P2. Ну, потому что каждая пара кусков, в принципе, может пересекаться. И давать, потому что такой маленький прямоугольничек. Но нельзя, потому что они все есть. Эта оценка, очевидно, она, в принципе, конечно, и достигается. Очевидный функция, когда, например, один разрез это вот на такие прямоугольнички, а второй разрез, на такие прямоугольнички. При наложении у нас как раз получается общее число квадратов, P1 на P2 в точность. Итак, наложили и получили такое измельченное разбиение. Ну, так и ясно, что это измельченное разбиение, если его куски подходящим образом переносить, оно превращается не в один многоугольник, а во второе, а в сравнение. Потому что из больших кусков в первый многоугольник складывался, а после того, как мы их измельчили, они просто разбились еще на несколько частей. Мы все эти части переносим вместе, ну, как бы, в едином целом с этим куском. Ну, и, естественно, у нас возникает наш многоугольник. А потом берем любое разбиение, которое пророждает того, что его никогда не переносим. Так что никаких проблем вроде как не узнает. Ну, вот, собственно, и все доказалось. Вот эти самые теоремы Мария и Г. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова